Ребятки, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайтесь. Ну что, все, не сняли, заключили договор. Welcome, Краснодар. Но перед этой историей должна быть предыстория. Для тех, кто за нами давно наблюдает, знают. А для тех, кто впервые попал, слушайте. Мы в октябре переехали жить в Сочи, и я снял несколько полезных выпусков, которые вам помогут переехать в Сочи. Едем зимовать в Сочи. Это было не совсем БМЖ, так как мы любим менять часто место жительства и много путешествий. Это была просто зимовка. С октября по июнь. Тут прошла наша третья беременность, но об этом я расскажу как-нибудь в другом выпуске. В конце мая из Сочи нужно было уезжать, и мы приняли решение переехать в Краснодар. Welcome, Краснодар. На наш взгляд, Краснодар – лучшее решение для жизни, если вы хотите путешествовать. Впереди нас ждал третий триместр беременности и много путешествий. Мы накатали порядка 15 тысяч километров и много где побывали. Наше путешествие началось уже с того момента, как мы съехали с квартиры и выдвинулись по серпантину. И вот, видали, какая история здесь. Самая жесткая пробка, и ехать нам 35 минут. Вот так вот все стоим в пробке. Я даже просто вышел размяться, так сказать. Для себя открыли очень клевый поселок для семейного отдыха «Лазаревская». Нам тут действительно понравилось. Все как-то уютно, нормальные цены, поселок располагает к себе. Отсюда не хочется бежать. Ну что, Тёма, понравилось? Это очень клево, у меня для меня комната страха. Тебе понравилось? Да. Затем мы отправились на очень экстремальный маршрут. Мы тут оставляем машину и дальше двигаемся пешком. Здесь много всяких разных тропинок. Не знаем пока, куда идти, поэтому я на нейтральной территории оставил сейчас всех и решил подняться. Господи, какие тут виды, ребята. Да ладно, вы только посмотрите. Это же... Обалдеть, какая красотища. Вы только гляньте, ребята. Ладно, я пошел за своими. Вот такие вот, видите, ступеньки. Что, Настенка? Стой, Настенка. Стой, чуть не полетела. Аккуратно. Артемка, не тяни. Жесть. Нереально. После дождя вообще не рекомендую сюда двигаться. Тем более с детьми. Давай на колесо. Настенка уже включила панику. Мы не туда пришли. Мы не туда пришли. Я говорю туда. Мы не думали, что он такой сложный. Усложнял его ветер, дождь. Но мы все-таки решились и дошли. Это скала Киселева. Если вы на последнем месяце беременности, то будет сложновато. Но так как мы на опыте, мы дошли. Открыли для себя поселки Черноморского побережья. Такие как Лоу, Ольгинка и еще ряд других. Мы заезжаем в Краснодар. И вот мы в Краснодаре. Сняли жилье и погнали. Первый наш выезд был на Азовское море. Мы несколько раз были на Азовском море, но ни разу не купались. И этим летом все изменилось. Мы приехали в Кучугуры. Кстати, рекомендую Азов открывать именно с этого поселка. Так как здесь голубая пухта и море чистое. Редактор субтитров А.Семкин Здесь первый раз увидели грязевой вулкан. Кстати, он действующий и до сих пор извергается. Если есть желание, можно окунуться. У нас такого желания не было. Не знаю как кому, но кучугуры нас влюбили в себя. Мы двигаемся в город Керчь. Ну и какое же лето без Крыма. И мы приехали на полуостров. Вчера были сильные дожди. Мы не будем рисковать ехать на Каешское озеро, на Генеральские пляжи. Тогда погода нам не позволила долго быть в Крыму. И мы ехали в Благовещенскую. Ну вот, теперь можно ехать дальше. Это станица недалеко от Анапы. Здесь мы отлично отдохнули в уютных домиках. Вы готовы? Да. Уверены? Да. Точно? Да. Давай, заходи. Вау! Так же наконец-то открыли для себя косу. Называется она Бугаская. Хотели здесь остановиться с палаткой, но не получилось, так как проезд сюда запрещен. Так, ну и собственно, вот про что я вам говорил. Вот здесь все такие парковки, видите, все вот так вот, цепями, не цепями. Что-то стоянка для пансионата. Зенит это, видимо, для вот этого вот. И вот они уже пошли в блоки. Стоит кирпич. Внимание, въезд на Бугасскую косу запрещен. А проход свободный. Так, давай перешагнем. Ну, по крайней мере, спасибо хоть. Проход, да, свободный. И вот у них есть, вот, видите, такой трансфер по косе. Вот так вот. Здесь даже вот так шлагбаум. Типа, стоит. Вернулись снова в квартиру. Мои родители живут в Москве. Мы не виделись с ними с февраля. Тогда мы из Сочи ездили на поезде к ним в гости. И как вы поняли, уже через пару дней мы собрались. Прыгнули в тачку и в путь. 1300 километров на одном дыхании. И вот встреча. Родители похвастались своей новой палаткой. И мы сразу поехали ее тестить на озеро недалеко от Подольска. Все, мы, в общем, заехали. Вот так припарковались. Вон там, где творачь вас будет рыбачить. А мы с вами вон там сейчас развернем такой мини-лагерь. Сделаю обзор этой палатки. Ну, собственно, смотрите. Вот такая палатка получилась. Брезент мы вот все-таки положили, чтобы это тоже максимально показать. Ну, интересно. Вот. Сейчас я вам с высоты покажу, какими она обладает действительными размерами. С высоты, наверное, будет поинтереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отличные выходные с родителями. А потом поехали к брату на Истринское водохранилище. Оно здесь недалеко, буквально 5 минут. Здесь мы отлично отдохнули, плавали на лодке, ныряли. Купались. В общем, все увидим. Постепенно наше путешествие в Москву подошло к концу. И нам нужно было возвращаться в Краснодар. По приезду мы поняли, что хотим на море и рванули в Анапу. Путешествие в Анапу было нереально крутое. Мы Анапу открыли для себя с другой стороны. Не вот это вот все. Забитые улицы, песчаный пляж. А открыли вот так. Чистейшее море. Галичные пляжи. Кто-то ругает адлерскую гальку. Здесь вообще трындец. И заход в море, посмотрите, по всему берегу. Он вот из таких камней, которые, камни в водорослях, безумно скользкие. Шибанутся на раз-два. Но вода чистейшая. Горы, дикие места. Прекрасное озеро, в котором я также купался за своими детьми. Все, папу потеряли. Озеро, кстати, Борисовое. Преодолели 800 ступеней вниз. Вот это предстоит, да? И 800 ступеней вверх. Вот Настенька, она в салан, свои эмоции. Ну все, да? Блин, это сложно. Блин, это сложно. Тогда нам начали писать, мол, вы что, с ума сошли? Жена беременная, а вы ее таскаете. Ответ всем. Мы очень любим путешествовать. Сейчас можно попрощаться с Анапой и вернуться домой. Ребятки, что касается путешествия по Анапе, так вот, мы ее пропутешествовали и кайфанули. Для того, чтобы вы повторили наше классное путешествие, мы написали свой авторский гайд. Цена которого всего лишь 190 рублей. Вы его можете приобрести, написав либо мне в инстаграм в директ, либо Настеньке. Прямые ссылки в описании. А также у нас есть еще два наших авторских гайда. Это гайд по Большому Сочи и гайд по Крыму. Цена их по 490 рублей. Если вам нравится путешествовать беспроблемно, с легкостью, не вылавливая какой-либо геморрой, то, конечно же, приобретайте, изучайте и путешествуйте налегке. Прямые ссылочки в описании. А мы продолжаем смотреть фильм. Когда же мы успокоимся, многие спрашивали. Никогда. И отправляемся в новое путешествие с палаткой на Азовское море. На этот раз выбрали Станинку Голубицкое. Вообще мы заехали в первый кемпинг посмотреть, просто просить по цене. В итоге что-то 500 рублей тачка, ну 100 рублей за палатку. Ну как бы так вот, ну давай еще 100. Вот. Ёпсель-мопсель. Море, конечно, жесть. Да и кемпинг, вот этот жесть. Здесь есть классный кемпинг, но я не знаю, может быть мы туда не поедем. Думали здесь и не встанем с палаткой, но все же получилось. Ну что, да, мы нашли местечко. Вот здесь поставим, вот здесь поставим мангал, стол. Вот тут мы поставим палатку, машину развернем. Да, тут конечно, что мусор, но ничего, мы вот так вот красиво перегородим себе все. И вот у нас будет вот такой вот пляж. Жалко, конечно, что ветрено, но море здесь чище. Посмотрите, какая у нас сегодня красота-то будет. Здесь с дикарями мы провели целых три ночи. Затем сложили все вещи и отправились на самый край материка. Косачушка. Короче, писяц как стремно сдавать назад, потому что слева какие-то непонятные болота, справа море. И не дай бог съехать с этой тропы и все, и поплывем, короче, походу. Удивительное место, которое я увидел на просторах интернета, и мы решили его покорить. Сказать, что это было сложно, мы ничего не сказали. Ну что, ребята, вы готовы увидеть эту красоту и ради чего мы шли? Давайте раз, два, три. Посмотрите, Крым, Керчь, Крымский мост. И вот это прекрасное сооружение, ради которого мы шли, маяк. Мало кто подходит к этому маяку, но мы дошли. На восьмом месяце беременности с двумя маленькими детьми и желанием покорить каждый уголок мира. И как вы поняли, у нас это получилось. Довольные, заряженные, мы вернулись домой. Настенька уже чувствовала, что ей тяжеловато, и я решил один отправиться в Сочи на несколько дней. Домочка очень переживает и не хотел расставаться. Вот он стоит, мой хорошенький, на балконе меня машет. Даже когда я уходил из дома, он плакал. Мы, чтобы вы понимали, вообще не расстаемся. Посмотрел, как восстановили Лермонтова после потопа. Набережная, посмотрите, как тут все разрушено. Работает трактор. Пляжа просто нету. Он уничтожен. Вот кто горит, типа все восстановлено, блин. Либо вы тут не были, либо это ваши догадки. Внешний вид у пляжа имеет вот такой. Заглянул в туристические города и поселки. И посмотрел, конечно же, любимый Сочи. Как следует, погнали. Пался и вернулся домой. Вау! По приезду Настенька мне сказал, что очень хочет на море и сменить вот эту всю городскую обстановку. И мы решили отправиться на самую ближайшую точку с морем. Нам ехать 130 километров 1 час 55 минут. Вообще, Джубга – это самая ближайшая точка, куда ездят местные. Картинку, конечно, мы сменили, но морем мы так и не насладились. Вот такая вот, друзья, обстановочка на пляже Джуби. Это самый центральный пляж. Здесь, скорее всего, влево-вправо есть какие-то дикие местечки. Море мутноватое, поэтому очень здорово, что у нас под боком есть отель. Пойдем туда купаться. В Джубе мы уехали на 2 дня раньше, так как Настенька почувствовала изменение у себя. Мы даже подумали, что вот-вот родит, и быстрее поспешили домой. Но это была ложная тревога. Помните, я как-то говорил в выпуске, что мы не накупались в Крыму? Так вот, мы приняли поехать с палаткой в Крым. Перед каждым новым путешествием привожу машину в порядок. Мы кое-как собрались, реально кое-как очень долго. Во-первых, потому что мы долго думали, а стоит или не стоит нам ехать в это путешествие. На самом деле, это было очень сложное решение. Так и шел последний месяц беременности. И родить можно было в любой момент, в любом месте. Мы едем в две машины, в две семьи. С моим брательником. Да, кстати, к нам приехал брат со своей семьей, у которого мы были на Истинском водохранилище. И мы поехали все вместе в Крым. В приоритете, конечно же, было состояние Настеньки. По пути мы поняли, что нас хватит только до Феодосии. Мы, в общем, держим путь на запад, но учитывая, что мы слишком долго собирались, слишком поздно выехали, уже подустали. Настенька, вот даже с Артемом местами поменялось, чтобы немножко прям отдохнуть лежа. Поэтому мы решили сейчас до ближайшего моря доехать до Феодосии. Там разобьем лагерь. Там же в Феодосии, если что, есть роддом прямо на набережной. Приехали, покупались и приняли решение ехать дальше. Мы накупались, вы сами все видели, снова переоделись, и все, мы двигаемся в путь в Оленевку, на самую западную точку. Очень хотелось накупаться в море, а накупаться в море можно только на западе Крыма. Упс, еще 300 километров. Но мы хотим, и значит в путь. Так, я не знаю, как вам меня видно. Мы приехали, но нас не пустили, до 9 утра въезд на территорию запрещен. Поэтому мы, короче, прямо тут сейчас кинем палатку и будем спать. Ну, а на утро все разрешилось. И мы начали кайфовать как следует. И Насик сегодня говорит, кто бы мог подумать. Сколько недель? 37? 37 почти. 37 недель. Насенька болтается в морюшке, да. Это будет ребенок в море. С начала беременности он проводит на море. Тём, видишь, ты закрываешь свои тени, а мы не можем его снимать. Просто шикарно. Насенька со мной на западе не шарахалась. Я его покорял один. Я много где побывал, много на чем поездил. Было очень забавно. Так, ребятки, я думаю, что сейчас, значит, спустимся с вами. Вот тут такой есть тонат. То есть за него можно держаться и спуститься. Просто мы заплываем в грот. Смотрите, какая чистая вода. И как это круто смотрится. Здесь, ребят, смотрим наверх, на потолок. Хорошо будут видны белые сколы. Когда штормит, большой удар волны, скалы отломают. Пещера становится выше и больше с каждым годом. Всё. Прыжок. Ну а почему за мной не боишься? И вот на третий день мы приняли решение еще продлить, еще покупаться. Всё, завтрак почти готов. Осталось заварить чаёчек. Ты долго готовила, Настенька, колбасу? Не устала? А ты реально долго арбуз готовила? Не устала? Ну а вы уже наелись, да, наверное, парни? Натаскались по чуть-чуть, да? По зернышку. И можно и не завтракать. И через 4 дня мы все-таки поехали домой. Риск был родить либо в палатке, либо в машине. А цель родить была другая. Хотя многие нам, конечно, писали, что мы родим в палатке. Всё, ребятки остались отдыхать. К ним приехали еще друзья с Питера. А мы на закате выдвигаемся домой, в Краснодар. Мы успешно вернулись в Краснодар. И было состояние вот-вот. Ну что, когда, где? И всё никак. И тогда я решил сгонять один в прекрасный город Горячий Ключ. Где увидел прекрасную природу. Растворюсь, 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 растворюсь. И развенчаю миф про тебя и про себя. И пусть всё нелегко и как-то рвано. Меня излечат собственные раны. Склоняться по пятам и тут и там, по чердакам, по городу, столице. Напиться и, как говорится, быть вечно молодым, вечно пьяным. Попил минеральную воду. Ваше здоровье, давайте попробуем. Искупался в горной реке. Погнали. И знаете, Горячий Ключ меня по-особенному влюбил в себя. Но по приезду домой, через пару дней, мы отправились. Мы едем. За главным событием этого лета. Появление на свет нашего третьего малыша. 28 августа 2021 года у нас родился сын. Назвали мы его Мирон. Это ребенок моря, солнца и гор. Надеюсь, вы в первые дни не поедете куда-нибудь с палаткой? Спросил меня мой друг. Нет, ответил я. Но путешествия будут теперь еще интереснее. Как и наша жизнь. Спасибо, что досмотрели фильм. Лето нашей семьи. До конца. Субтитры сделал DimaTorzok